Почему ты решила вообще благотворительностью заниматься? Всегда что-то нужно отдавать. С огнем лучше не играть, а там все остывает. Сейчас Костя будет голодной. Невеста загорелась, то есть у нее платье загорелось. У тебя есть интересный проект, это час преображения. Чтобы они были счастливы в своей жизни. Социальные проекты набирают популярность, и мы не прошли мимо. У нас в гостях Софья Шаева, руководитель студии событий «Хохлома» и автор социального проекта «Час преображения». Соня, привет! Спасибо, что ты пришла к нам в студию. Привет. Ты такая яркая, ты эффектная, ты очень органично несешь звание ведущей. Вот когда вообще общественность узнала о твоей социальной деятельности? Расскажи поподробнее про свои проекты. Про социальную деятельность, наверное, узнали раньше, чем я стала ведущей. Потому что я занималась волонтерством, добровольчеством еще в школе. Потом все перетекло в студенческие годы. И после того, как я только закончила университет, я выбрала профессию ведущей. Вот, поэтому как раз у меня вот этот социальный проект, они уже действуют, ну, можно сказать, давно. Как раз студенческой скамьи меня так узнали и в городе, и в России, когда я возглавляла волонтерское движение. У тебя есть интересный проект, это «Час преображения». Вот расскажи, кто его придумал. Это твоя идея была или у тебя был мозговой штурм, твоя команда его придумала? Ну, вообще, придумала этот проект, ну, как навела идеи, это, наверное, я вместе со своей подругой. У меня есть очень близкая, хорошая подруга Аня. Мы с ней решили, что, чтобы сделать на 8 марта девочкам в интернате, потому что где вот моя учица-сестренка, мы всегда делаем там праздники. Она говорит, Соня, давай их накрасим, мы их соберем, сделаем прям такой бьюти-праздник. Я сначала так скептически отнеслась к этому, говорю, ну, ладно, зачем красить девочек маленьких? Он говорит, ну, ты что, там не маленький, там можно даже взрослых взять. Ну, было на тот момент, тут, наверное, 10 лет как раз девочкам. 10 лет девочки любят таскать помады родителей, мне кажется, это самый возраст, когда очень важно это делать. Да-да, ну, я тоже так подумала, говорю, ну, ладно, давай сделаем, потому что, ну, все-таки там детки с ограниченными возможностями здоровья были. И я смотрела на них, вот как раз, когда приходила в школу, они, ну, воспитатели, представляете, там их много детей, они там всем хвостики раз-раз соберут, и все, и там пошли, там праздник, не праздник. Ну, девочке сами, им было тяжело даже, там, некоторым держать расческу. Мы пришли, их накрасили, собрали, и тут я поняла вообще, почему бы нет, почему это не сделать, как постоянный, как постоянный проект. Потом уже мы выложили фотографии вместе с фотографом, там, с зажистом, с прихмахером, и после этого вот у нас пошел проект, и мы назвали его «Час преображения», потому что, ну, час – это как раз такие, когда дети могут высидеть, высидеть. Потому что больше они уже начинают им уставать, начинают там бегать, и им уже неинтересно. А вот час как раз самое то. Вот мы назвали этот «Час преображения». Вы на первый проект, получается, приехали просто вдвоем с подругой, у вас не было огромной команды? Нет, огромной команды не было, но я написала ВКонтакте пост, еще, мне кажется, даже Инстаграм не был популярным. Написала, мне там отозвались, наверное, две девушки, и то самые такие начинающие, они говорят, что это такое, зачем, вообще, почему? То есть было много вопросов, конечно, вначале. Я им объяснила, там, рассказала, говорю, девочки, у меня это бесплатно, я, конечно, могу вам свои деньги заплатить, но давайте вот мы сделаем праздник, потому что вот хочется на 8 марта сделать девочек красивыми. И они такие, ну ладно, мы приедем, давай посмотрим. И когда они, конечно, пришли в школу, они такие, Соня, вообще, там, какие деньги, ты о чем? Мы только за, мы только рады, зови нас еще. Потому что, ну, там, правда, там, детки с ограниченными возможностями здоровья, они такую отдачу тебе дают, то есть они искренние эмоции, они там радуются, когда ты вот даже смотришь, да, на обычных деток, у них нет таких эмоций уже, ну, они уже видели все, там, и телевизору смотрят, там, все фильмы, там, с красотками. А тут у них было очень, правда, много эмоций, и они потом нам столько благодарности сказали, это, наверное, лучше всех денег, наград, и вот эти эмоции, они, конечно, всегда лучше, чем, кстати, денежные награды. Сколько детей за час удалось вот первый раз накрасить? Так, ну, я, конечно, Милу уже не помню, но мне кажется, где-то у нас было человек 8-10, да, где-то 8-10. Ну, как минимум 8-10 девочек сделали. Да, сделали их ставицами, красивыми. Они себя почувствовали счастливыми. Еще вот очень приятно то, что учителям говорят, ну, что же вы мальчиками не красите? И я такая, ну, мальчиков как-то не очень хорошо, но они просто сидели, мальчики, они такие... Ну, они с интересом смотрели мальчики, да? Да, они с интересом смотрели, они такие, ничего себе, какая красивая, ты такая можешь быть! И там девочки сразу все расцвели, такие, да, да. Начали кокетить, начать, да. Да, да, сразу начали кокетить, такие уже взрослее, которые там лет по 15, мальчики там, вау, у них тоже прям гол-гол-гол. Другими глазами просто посмотрели. Ну, вот смотри, на первый проект тебе приходилось визажистов уговаривать, упрашивать, но в какой-то момент ты поняла, что проект работает, что уже вот все хорошо. Что ты в этот момент почувствовала, что вот все, проект заработал, он дает тебе какую-то огласку даже, вот популярность, тебе люди благодарны? Ну, конечно, у меня было много эмоций, и когда первый раз вышли, там, на федеральных каналах, вот эти вот, там, на НТВ, там, на других, когда про нас рассказали, мне начали писать Соня, почему мы об этом раньше не знали. Хотя я везде выкладывала, может быть, просто пролистывали, да, и люди не замечали этот проект, ну, как бы, делает там что-то, она с детьми постоянно, да и делает. А тут... Ты очень тихо об этом говорила одна. Да, она тихо об этом говорила, да, я не знаю, кстати, ну, я не очень просто любила вот это все на показ делать, эти все добрые дела, там, ну, меня так родители воспитали, что лучше, правда, там, ну, делай добрые дела, об этом не надо, вот это вот гласить, что я такая молодец, я такая вот крутая, тут свои, там, добрые дела делаю. Ну, всегда лучше помолчи, ну, делай это от души, если тебе это нравится. Вот, а потом, когда уже вот нас, про нас сняли несколько, там, каналов, и в СМИ везде, там, распространила эту информацию, мне, конечно, сначала было неловко, но потом я поняла то, что, да, это надо говорить об этом, чтобы это распространить на всю, там, Россию, да, на весь мир. Они же это услышали, они же, наоборот, захотели тебе еще помогать. Они еще помочь, да, и сразу, уже нет проблем таких, там, вот, визажистов найти, они, наоборот, Соня, мы запиши, там, когда, там, вообще, мы, там, найдем свободное время. Отходились люди, которые, вот, не именно визажисты вам помогали, а, там, например, предложили транспорт, или предложили какие-то финансирования, что-то, может быть, детям отдать, вот, в тот момент, когда вы приезжаете? Насчет финансирования, наверное, нет, но, вот, сейчас, вот, я планирую тоже проект, уже, там, конечно, понадобится финансирование, потому что я хочу сделать, там, подарки для девочек, ну, косметички, там, им, прям, закупить, там, например, там, расчески или фен, детские дома, вот, мы поедем, тогда, да, уже, там, потребуется, конечно, финансовая помощь, но, а сейчас, пока что, нам ничего не требуется, визажисты приходят со своей косметикой, там, все сами, да, там, заколки им тоже подарить, им как-то, нам не тяжело. То есть, все это нормально, так. Поэтому, сейчас, например, если, там, транспортные услуги, то это, конечно, будет плюсом, и, там, чтобы мы поместили, как можно больше, да, человек, там, чтобы не на своих машинах ездили, там, в другие города, потому что мы хотим в область съездить, там, ну, в городе Рязани мы уже почти все съездили. Пока вы только по городу, да? Да, да, по городу, но, нет, я ездила уже в Шацк, в Шацкий район, там тоже мы делали, и в Елазьму, тоже, там, в школу-интернат, там уже проводили, вот, такие уроки, но это было давно, это было два или три года назад. И сейчас хочется, но все равно, уже дети возрастают, и другим девочкам тоже помочь сделать их красивыми, тоже хочется. Соня, ну, этот проект не приносит тебе денег, это просто благотворительный проект, который делаешь, вот, ну, я не знаю, для души, наверное, вот, почему ты решила вообще благотворительностью заниматься? Ведь не каждый человек может вот так самоотверженно просто взять, пойти бесплатно делать какие-то дела, писать об этом потом еще в интернете, еще привлекать каких-то людей. Что тебя побудило? Почему ты об этом задумалась? Ну, наверное, это лично, семейно, эта история про нашу сестру, про мою младшую Виталиночку. Ну, вообще, конечно, и до рождения Виталина нас так мама воспитывала, что всегда надо делать, там, добрые дела, всегда, там, если у тебя есть что-то лишнее, лучше отдать это, то есть, там, мы, например, вещи никогда не выкидывали, мы их, там, отдавали, там, деревни отвозили, соседям, у которых, там, малообеспеченные. То есть, ну, всегда что-то нужно отдавать, потом тебе придет намного больше это всего. Ну, когда вот с Виталиной у нас уже пошла учиться в школу-интернат, я поняла то, что мне хочется помогать именно деткам с ограниченными возможностями здоровья. Хотела сделать праздник именно для них. Ну, и в детские дома мы ездили уже тоже вместе с волонтерскими отрядами, я возглавляла три волонтерских отряда, и вот мы ездили с одними в один район, с другими в другой район, встретили еще куда-нибудь, и постоянно, вот, я, конечно, в студенческие годы я разрывалась, между волонтерством, учебой, еще нужно и денежку зарабатывать, да, чтобы выглядеть тоже хорошо на себя. Я вот, правда, как вспоминаю эти студенческие годы, я даже себя не помню, у меня никакие там отношения, у меня никаких отношений не было, я постоянно... Времени не хватало. Да, времени не хватало, поэтому я постоянно была в деятельности. И потом уже, когда я поняла, что нужно, да, надо работать, надо немножечко свое время как-то распределять правильно уже, там, расставила приоритеты, но все равно сейчас даже, там, с рождением ребенка у меня, мне кажется, еще больше сил появилось, и мне вот хочется тоже делать... Вдохновение, наверное. Да, благие дела, и вот, ну, Виталина, конечно, сестра моя, она меня вдохновляет, мне хочется, чтобы она общалась с детьми, с другими, потому что с общением, конечно, тяжело, ну, что-то вскрывать, на площадках на детских она с обычными детками, ну, не очень хорошо контактирует, вот, а с такими детками, которые, они на одной волне, это, конечно, плюс, и они на этих проектах общаются, они, там, смотрят друг на друга, там, ну, они друг друга понимают, они в своей тарелке, и это, конечно, плюс, и мне вот это хочется сделать, чтобы Виталина, она, вот, могла социализироваться в обществе, это, вот, наверное, самый большой мой плюс в этой деятельности. Ты очень яркая, ты очень эффектная. Спасибо. Наверное, ну, вот, просто все девушки, которые, вот, такие активные, привлекательные, даже если просто, вот, по улице идут, то часто, вот, какие-то, там, окружения, вот, хотят заметить в нем какой-нибудь, да, маленький, ну, дефект, и желательно его раздуть до размера вселенной, там, не дай бог, стрелка на чулке поползла, или что-то еще, это станет просто, ну, вот, обсуждением. И люди стараются свои какие-то, там, дефекты маскировать, что-то как-то, пытаться выглядеть вот лучше, чем они есть на самом деле, особенно в Инстаграме, показывать только, что все у них идеально, все у них замечательно, все хорошо. А ты не скрываешь то, что у тебя есть сестра с особенностями здоровья. Вот это легко дается, почему ты так спокойно об этом говоришь? Ты не боишься, что это будут обсуждать? Ну, обсуждать всегда будут люди, ну, нет, я не боюсь, я, наоборот, ну, знаешь, как сказать, семья у нас, да, у нас это, мы вообще никогда не, там, не можем сказать, там, что у нас есть с ограниченными возможностями ребенка. Нет, она такая же, как все, да, там, с какими-то своими особенностями, она у нас особенная, просто вот она у нас, такое вот золотко особенно, и мы вот, я хочу вот это внести в массу, чтобы родители не стеснялись, да, вот своих деток, у которых есть, там, дефекты, там, с развитием речи, там, может быть, какие-то внешние дефекты. Все мы не идеальны, ну, сейчас, конечно, там, всякие есть, ну, стереотипы, что должна быть, да, ты, там, идеально, у тебя должны быть волосы, там, не знаю, одежда самая лучшая, от природы, да, уже все, там, не знаю. Все должны рождаться красивыми. Все должны быть, да, с прямыми носами, не знаю, с голубыми глазами, какие-то есть, там, идеалы. Ну, не знаю, по-моему, что все люди красивые, просто нужно эту красоту заметить, это нужно подчеркнуть и за собой ухаживать. Ну, вот это вот самое, как раз, плюс нашего частного преображения, что мы рассказываем девочкам, то есть это не просто, да, мы пришли, там, накрасили, собрали, вот, все, девчонки, дети. Мы им рассказываем, как, там, помыть голову, сколько раз нужно помыть голову, там, например, как посушить феном волосы, чтобы они уже были прямые, если у тебя они, там, пушистые или волнистые. Как вообще, ну, в таких домашних условиях за собой ухаживать. Мы вот как раз вот сейчас с девочками хотим поехать рассказать, там, про гигиену, там, чтобы девочки, ну, могли, там, не знаю, какие-то моменты, да, элементарные вещи делать уже, там, в интернате, в школе своей. Мы-то привыкаем к этому, как к чему-то повседневному, особо, даже не обращаем на это внимания, есть даже странно, что кто-то этого не делает. Ну, конечно, ну, просто, вот я ездила тоже, вот, в интернат, и когда с девочками общаешься, там, девчонки, там, с кем вы хотите вообще стать? Ну, они отвечают не очень хорошие, да, вещи, там, кто-то пойдет на улицу продавать себя, кто-то, я хочу найти, там, себе мужа, ну, то есть, такие, что легко дается. То есть, они не хотят работать над этим. А вот сейчас мне очень было приятно, когда мы приезжали, вот, как раз тоже с частным преображением в интернат, и потом девочка сказала, я хочу стать директором салона красоты, вот, мне нравится, когда мне, там, ногти красят. И я вот поняла, что в этот момент, господи, вот, для чего мы это делаем, чтобы у девочек была другая цель, не пойти, да, зарабатывать деньги, там, легким путем, я думаю, это потому, что она видит тебя, то есть, она видела тебя, и вот ты стала для нее вот таким вот идеалом, целью. Ну, вот даже, да, Мил, вот, причем же мы, да, вздажисты, там, парикмахеры, все девушки ухаживают за собой, да, все красивые, и мы уже своим примером девочкам показываем, что, девчонки, вот, мы, там, простые, да, там, мы не на журналах, ни на каких, там, не висим, ни на телевизорах, но мы симпатичные, да, мы, там, со своими тоже особенностями, и можем выглядеть, и работаем, да, зарабатываем деньги, у нас есть любимые люди, у нас есть семья, у нас есть дети, что вот, мы своим примером показываем, что нужно стараться, нужно работать, нужно над собой, там, учиться хорошо, и уже после того, как ты отучишься, ты можешь уже, тоже, ну, зарабатывать денежки на себя, на свою семью. Такой парадокс есть, люди, которые обычно приносят праздник, они сами редко отдыхают, вот, что для тебя было бы праздником? Так, что было бы для меня праздником? Где ты сама можешь отдохнуть, может быть, вот, действительно, получить вот какие-то эмоции именно для себя, вот, эгоистичные эмоции. Одно дело, когда другим ты приносишь праздник, да, это, конечно, замечательно, когда ты видишь восторг в глазах других, ты тоже этим заряжаешься, я это знаю, я сама такая же праздник. Вот, а есть какие-то вещи, которые ты вот, ну, с удовольствием делаешь вот для себя, то, что прям вот тебе доставляет вот какой-то отдых, комфорт, вот что-то вот прям твое любимое, только твое? Ну, я люблю, конечно, путешествовать. В путешествиях я отдыхаю, вот сейчас я тоже запланировала путешествия, может быть, это, конечно, очень эгоистично, но я поеду-то одна первый раз, то есть, там, без своего маленького, без сына, без мужа, то есть я поеду одна, ну, хотя я еду всего на 2-3 дня, но я прям жду этого момента, чтобы я отдохнула, разгрузила голову, может быть, выспалась тому, что все-таки, ну, кто с маленькими детьми понимает меня, что бессонные ночи, они, конечно, дают о себе знать, иногда хочется сделать больше, но ты просто физически не можешь, потому что ты устала, ты хочешь спать, а столько всего в планах, я иногда из-за этого начинаю грустить, что вот, я хотела вот это сделать, и это, и это, ничего не успеваю, вот почему вот... Весь мир, одна маленькая я не успевает сегодня спасти, да? Да, я вот ничего не успеваю, да, правда, и мне хочется, там, не знаю, помощников нанять, там, не знаю, взять, ну, конечно, помогают очень много, там, родители, тоже вот муж помогает очень сильно, но все равно хочется еще больше, что-то скрывать, хочется, хочется больше, то есть у меня, не знаю, изоляции всегда переполняют, я хочу много, то есть у меня нет такого, что, а что мне завтра делать, вот я села и не знаю, у меня всегда планов много, то есть я всегда найду себе занятия и для своей семьи, вот, поэтому иногда хочется отдохнуть, разгрузиться, или я уезжаю в деревню на денечек, там бабушка, блины приготовлю, вкусные... Отдохнуть душой, да? Да, отдохнуть душой, там, вот так спокойно, просто погулять, вот на свежем воздухе, ну, это хватает мне, там, один-два дня, а потом мне уже хочется, наоборот, опять в город, хочется опять вежуку. Снова спасать мир, да? Да, да, да. Ведь столько людей тебя ждут, да. Ты не боишься, что вот какая-то будет общественная, ну, скажем так, ты же все больше и больше, твои проекты поддаются огласке, всегда же есть, находятся люди, которые могут как-то, ну, осудить это, что вот ты строишь из себя такую добренькую, хорошую, а на самом деле у тебя какие-то свои, там, скелеты в шкафу, вот может тебе такие вещи, там, сбить по пути? Ну, знаешь, я уже давно в общественности, и уже так много говорили гадостей, и много пишут, там, например, что вот вы красите, да лучше бы вы, там, эти деньги отдали, там, не знаю, нуждающимся, зачем вам вообще эти проекты нужны, много пишут негативы, но я научилась это фильтровать от себя, и всегда найдутся люди, там, недоброжелатели, ну, стараюсь это не принимать все близко к сердцу, вот, но иногда хочется, конечно, все высказать, прямо кипит в душе, в груди, но я стараюсь все это успокаивать свой пыл и просто промолчать, сказать, да, вы, хорошо, спасибо вам за ваше мнение, но мы будем делать дальше. Ну, вот я просто тоже социальный предприниматель, я трудоустраиваю людей с ограничением по здоровью, и я вот однажды услышала такой вопрос, который, ну, вот меня в шок просто поверг, у меня человек сказал, а вот ты не думаешь, что ты своими добрыми делами мешаешь естественному отбору, что вот генофонд сейчас засоряется такими людьми, вот, я действительно была вот в шоке, вот, ты бы как реагировала на подобные вопросы, вот, и вообще, могут ли они тебе действительно, вот, там, подпортить настроение, или ты вот прям быстро это забываешь и идешь дальше? Конечно, он подпортит настроение, да ладно, это вообще, я не знаю, такие люди, но, нет, я тоже сталкивалась с такими тоже людьми, с таким мнением, ну, конечно, это может, имеет место быть, да, их мнение, но я считаю, что это, надо от этого как-то отстраняться, от таких людей, чтобы они вообще такого не говорили, ну, понятное дело, знаешь, у нас вот именно, да, вот мы делаем благие дела, кто-то скажет, что это хорошо, а кто-то скажет, что, пусть они там делают, там, варятся в своей каше, там, нас это не трогает, у нас все хорошо, и мы к этому вообще, то есть, ну, безразличны к этому делу, и вот это безразличие, это еще хуже, чем негатив, потому что, если ты безразличен к проблемам, к проблемам твоего общества, к проблемам страны, ну, не знаю, зачем ты вообще так живешь, господи, ну, зачем правда? Вообще, ты правильно сказала, на самом деле, вот, как бы, противоположное чувство, чувство любви, это не ненависть, это именно равнодушие, а если ты ненавидишь что-то, какое-то событие, какой-то факт, или какого-то человека, то, скорее всего, это не противоположное чувство любви, это как раз, скорее всего, вот, какие-то эмоции, но которые, вот, ну, немножечко, вот, трансформировались, вот, в такое вот чувство, ну, это, как правило, сильные эмоции, поэтому я, на самом деле, тоже, вот, согласна полностью с тобой, я вот на такие вопросы тоже реагирую, так же, как и ты, то есть, я прекрасно понимаю, что эта проблема, на самом деле, задевает человека, иначе он бы так сильно и бурно не реагировал на это, потому что равнодушный человек, он просто ничего не скажет, и он ничего не сделает. Ну, знаешь, вот, ну, я тоже, я смотрела твои проекты, они как раз, ну, тоже меня вдохновляли, что у нас есть люди, да, в нашем городе, которые, в самом деле, в городе очень много людей, тоже сначала думала, что я такая маленькая, у меня четыре человека незрячих, там, трудоустроенные, ну, казалось бы, ты капля в море, а потом со временем уже начинаешь про этот проект рассказывать, и тут ты понимаешь, что, а в других городах тоже отзываются, а спрашивают, а что мы можем сделать, там, у себя, там, на, в своем родном городе, и вот это вот общение, оно, на самом деле, вот, действительно, вот, вдохновляет людей тоже, что-то делать. Конечно, это прям, вот, это очень здорово, и вот я, когда даже ездила на форумы всероссийские, рассказываю про свой проект, у некоторых, вот, есть просто, реально, глобально, я думаю, господи, как они вообще все это делают, такие молодцы, а мой, это маленький такой проект, ну, там, что мы там, все это, локально все это делаем, но когда я рассказываю, они такие, Соня, вы такие молодцы, давай мы тоже у себя в городе запустим, я такая, давайте, как, как, ну, там, расскажи, поделись опытом, и мне вот очень хочется реально поделиться опытом, с другими, с опытом, чтобы этот проект жил, 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 и потому что, ну, в каждом городе есть детки, есть нуждающиеся, там, ну, для кого этот проект можно создавать. Дети, да, вот сейчас, там, с ограниченной возможностью, там, синдром, да, на аутизму, ну, некоторые стесняются все это показывать, этих людей, а сейчас, ну, раньше это все боялись показывать, там, да что, у нас страна здорова, у нас нет вообще ни людей с ограниченными возможностями, у нас вообще все здоровы, здоровая нация. А сейчас уже действительно показывают таких детей, они наравне со всеми, они общаются с обычными детками, то есть это вот инклюзивное образование, это очень-очень здорово, я прям этому очень рада, потому что это необходимо в нашей стране делать, что у нас есть не все дети здоровы, а есть, ну, как и большинство, но большой процент, которые дети, которые имеют тоже ограничения в здоровье. Ну, ты когда попала на конкурс вот с этим своим проектом, ты познакомилась с целой кучей социальных предпринимателей, которые тоже творят добро, но тем не менее на конкурс есть конкурс, они же были твоими конкурентами, вот что ты чувствовал, ты их считала людьми, которые в твоей команде, или это все-таки была конкуренция? Ну, знаешь, наверное, была конкуренция все равно, потому что надо было защитить свой проект, надо рассказать, я там стремилась, чтобы все-таки про наш проект замесили, да, точнее его заметили, про него услышали, и чтобы его оценили. Конечно же, я там прикладывала все свои эмоциональные, там, ну, как, эмоциональные... Старалась очаровать, да? Старалась очаровать, старалась очаровать, свои вот эти жюри, но, понятное дело, я не выиграла, я не там не получила ни первое, ни второе, ни третье место, но я получила специальный приз. Что это за приз был? Ну, то есть я как в конкурс не подходила, как конкурс, как конкурсный проект. Параметр, по которому оценивается, потому что любой проект, жюри оценивают по определенным критериям. Ты не вписалась на данные критерии. Я не вписалась, да, но я рассказала все это очень эмоционально, там, рассказала тоже историю, и после того, как там первое место занимает, там, это, второе, третье, я, конечно, так расстроилась, ну, ладно, ну, не прошла, не прошла, но хочется отметить этот проект, сейчас там преображение, и, то есть, ты еще, мне кажется, больше рассказала. И тут поняла, что даже помимо критериев тебя заметили. Да, заметили. Это что-то еще лучше, чем победа. Конечно, конечно, и я такая, да, стою, вот, там, берите там пример, действуйте, и вот после этого, как раз, мне вот начали писать, после вот этой огласки, что там рассказали про специальный приз, и после этого мне начали СМИ писать, может быть, даже к победителям эти СМИ не поехали, а вот ко мне, то, что я вот получила там специальный приз, и меня жюри, это конкурсное, конкурсное жюри рассказало про меня, мне кажется, это вот повлияло как-то. Мне кажется, это прям твоя природная особенность, вот умение выкручиваться из разных ситуаций, то есть ты поверх вот этих вот критериев взяла и показала, что твой проект еще лучше, чем все критерии просто. Знаешь, это все умело получается, как-то случайно, я вот иногда даже где-то, может быть, в себе не уверена, не уверена в том, что я делаю. Соня, все герои, которые приходят ко мне на передачу, они все говорят, это случайность, это все вокруг меня случайность, но когда я спрашиваю, что ты сидела на диване и ничего не делала, и тут начинается, нет, на самом деле я долго работала, поэтому все случайности всегда происходят случайно, но только после определенной работы. Ну, конечно, работа, 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 это... Вот, я тоже, ну, я просто заметила за тобой, что ты действительно, ты очень активная, ты умеешь вот как-то нестандартно выходить из всех ситуаций, у тебя же и помимо твоих, скажем так, ну, благотворительных проектов, есть еще и коммерческая деятельность, я слышала какую-то волшебную историю, ты там мероприятие вообще без главных героев проводила, что это за ситуация такая была? Ой, боже, я когда открывала свою студию, свое агентство, меня, мне кажется, проверяла жизнь и на все моменты. На прочность, да, на прочность. Ты должна была справиться. Конечно, я в какой-то момент думала, ну, все, наверное, это все против меня, наверное, мне нужно оставить это дело и уйти куда-нибудь в другое место, в другое направление. Что у вас случилось? Я проводила свадьбу. Ну, первую свадьбу я очень к этому относилась, там, писала сценарий, все просто, знаешь, вот сейчас я уже без сценария работаю, а раньше я прям прописывала все там свои слова, какой мне надо сказать тост, что будет, как это, как то. То есть я уже прям готовилась, готовилась, готовилась. Да. И тут я встречаю гостей, все мы ждем, 40 минут прошло, час. Нет, ну так, почему мы не садимся? У меня уже Соня, там все остывает, сейчас гости будут голодные. Я звоню паре. Голодные гости – это злые гости. Да. Нельзя. Да, 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 и они никогда еще не садились за стол, то есть они были без напитков. Я звоню паре, молодоженам, говорю, вы где есть? Ой, Соня, задержи гостей. Мы попали в небольшое ДТП, они сами поехали, а зачем ты на машине за рулем? Они были за рулем? Да. И поэтому нам надо сейчас ехать в ГАИ в Соколовку. Это длительный процесс. Это длительный процесс, а ресторан находился вообще в другом месте, на другом конце города. Я понимаю, что там пробки, понимаю, что там пока что они там оформятся. Еще часа два точно у тебя в запасе. Да, часа два, часа два, даже три. Я думаю, ну что делать, у меня же вся программа именно на молодоженов направлено, что вообще мне делать. Ну, ко мне подошел папа жениха и сказал, как тебя зовут? Я такая, Соня. Я так и беспокоилась. Соня, Соня, у тебя есть сценарий? Я говорю, есть, покажи мне его. Я ему так и показывала, он ему просто так рвет, импровизируй. Я, ладно, хорошо, собралась, и у нас вместо жениха с невестой села там тетя Валя, дядя Вася, и мы начали просто отмечать свадьбу, у них там не знаю, 25 лет они доброжили вместе, и мы отмечали просто вот такой семейный праздник. Гости довольны были? Гости довольны, они, ой, Соня, вообще такие конкурсы смештые. Я такая, да? Я, ну, была правда не уверена у них, что это зайдет и уйдет. Вот когда уже жених с невестой приехали. Они приехали, увидели, что торжество и без них хорошо проходит. Да. Как они отреагировали на это? Они подошли и сказали, Соня, спасибо тебе большое, ты так выкрутила ситуацию, все гости довольны. Вообще они даже не заметили, что нас нет, вообще спасибо большое. Ну, мы продолжили веселиться уже вместе с молодоженами, но они приехали уже, наверное, к тортику только уже под самый конец, но они были, мне кажется, не расстроены совершенно. Они, наверное, еще и злые приехали после того, как они машину разбили. Но они-то посмеялись, они сказали, ну, значит, так и должно быть. То есть у нас все как-то легко прошло. Но обычно вот посуда бьется к счастью, если машина на свадьбе бьется, то это вообще огромное счастье. Огромное счастье, да. Наверное, где-то должно компенсироваться. Это точно. Наверное, у них там многодетная уже семья. Ты папу поблагодарил, что он вот тебе такой вот стимул дал. Ну да, да, потому что некоторые родители относятся, ну, мы же вам платим деньги, ну, сделайте что-то, да, что-то такое невероятное. А он подошел, он меня поддержал. Может, мне кажется, он видел мои глаза в такие вот бегущие горы, что мне делать? Он не ушли. В свадьбе угрожают события. Да, да, да. Но вот это, кстати, мне дало большой урок. Я сейчас на каждом мероприятии, когда даже веду лекции по организации мероприятий, я всегда говорю, ребята, самое главное в нашем деле – это утиное лицо. Пусть у вас там, я не знаю, волны бушуют, у вас вообще все горит, ты должен делать просто улыбаться, делать все нормально, а там внизу грести лапками и что-то делать, чтобы все это вырулить. То есть вот это вот самый мой такой сейчас, наверное, залог успеха, что главное улыбаться, главное не показывать всех гостей, чтобы вообще даже не заметили, что молодоженов и нет, продолжать делать свою работу. Я еще раз убеждаюсь, что жених и невеста, они вообще не главные на свадьбе. Гости сыгрались до своего праздника. До своего праздника, да, только так. Вот, так что, я думаю, зрители задумываются там, может быть, и не стоит-то сильно пышную свадьбу. Да, да, да. Раз они все равно, они главные. Но это ведь не единственная история, в которой тебе приходилось выкручиваться. Были какие-то вот реально форс-мажорные ситуации? Были, были. У нас было много форс-мажоров. Мы планировали проект такой большой тоже. Мы пригласили туда столько людей. Приехали из разных городов к нам гости. Там тоже СМИ приехали, все-все. Мы приходим на место и нам говорят, ой, извините, а мы взяли на ваше время уже другой банкет, и мы не сможем вас принять. У меня такие глаза-то как-то, в смысле, у нас там с вами договор, все есть. А оплата была какая-то? Нет, оплата не была, это просто тоже социальный проект. Говорили о Москве. Да, и все. Я говорю, так, что же там делать? Как надо быть? А мы все. И заранее вас не предупредили, да? То есть уже два часа остается до начала, у нас нет места, где это все мы будем проводить. И мы просто с моими помощниками, с моими работниками, кто со мной вместе делал этот проект, мы бегали по всем ресторанам. Вы искали альтернативную площадку? Да, да, да. Альтернативную площадку. Начали в итоге? Да. Ну вот, говорю, обаяние наши, наши все. Иногда думаешь, хорошо быть девушкой. Глазки построил, пообещал, сказал, широко улыбнулось. И ты даже знаешь, вот какие бы ни были форс-мажоры, после них всегда думаешь, вот хорошо, все делается так, как должно быть. Вот все, что не делается, все к лучшему. Вот правда. Это вот наш, наверное, залог успеха. Потому что, ну нет, конечно, бывали и страшные случаи. У нас там, у меня на свадьбе невеста загорелась, то есть у нее платье загорелось. Да. Что случилось, как это произошло? Ну, я всегда отговариваю своей парой, никакие там не нужны вот эти китайские фонарики, фаер-шоу. Ну, фаер-шоу может быть, но это... Но это же зрелищно, люди хотят, это огня, это же стихия, это же зажигает. То есть это должны делать профессионалы. Я вот, это самое, наверное, прям самое главное, то, что я говорю своей парой. Это прямо на свадьбе произошло, да? Да, это все произошло на свадьбе. Подарили, тот из гостей подарил китайский фонарик, все вышли, зажечь его. Я говорю, так, давайте, друзья, без меня, потому что это вообще, мы с вами это не обговаривали. Я не несу ответственность за это, хотя я за всегда, да, ну, то есть я же ведущий, я организатор, я всегда несу ответственность. Это все-таки вопрос физической безопасности. Да, да, да. И я говорю, так, ребят, давайте тогда вы отойдете подальше от ресторана, там все сделайте. Ну, и сделали они не очень хорошо, потому что этот фонарик взлетел и прям упал так мягенько на пышное платье невесты. Как удалось потушить все. Ну, все мы там, я даже не честно, я даже не помню, как это все смотрю потушить, потому что это такие экстренные ситуации. Да, 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 там все быстро потушили, все там сделали. Закидали ее тряпками. Да, наверное, вот так вот все происходило, все это быстро, но все, слава богу, обошлось без жертв, но это, конечно, тоже я теперь всегда отговариваю от вот этих китайских фонариков. Ты, наверное, теперь рассказываешь всем, что с огнем лучше не играть, а и с китайским производством. И с китайским производством, это точно, да. Твоя семья, твой муж поддерживают тебя, вот твои общественные деятельности в твоих социальных проектах? Ну, конечно, да, поддерживают, но без поддержки, мне кажется, очень тяжело по человеку все это. А физически как-то помогают, может быть, там, возят тебя где-то или помогают, там, тебе косметички собирать, может быть, там, рестораны искать? Ну, физически, может быть, если только посидеть с малышом, да, это тоже плюс в том, что он со мной везде, иногда тяжеловато отвлекаться, да, но все-таки малыш бегает, он там все крушит на своем пути. А когда, если могут посидеть, там, могут, там, его тоже отвлечь, и я могу заняться именно своим делом, да, не отвлекаясь, это тоже большой плюс, это прям наши деятельности. Ты прям угадала мой следующий вопрос, потому что я как раз знаю, что ты недавно стала мамой, и вот как раз хотела узнать, как ты себя чувствуешь в этой роли, и вот уход за твоим собственным малышом, как он влияет на твою деятельность? Это, может быть, отнимает у тебя время или, наоборот, это, может быть, тебя энергией заряжает? Вот как ты себя чувствуешь в этом? Я, конечно, когда я была беременна, я работала до 9-го месяца. Ого! То есть я сама… Ведь декрет у тебя отсутствовал. Нет, декрет у меня вообще, потому что, знаешь, я боялась, что вот всю ту работу, которую я делала до, да, рождения ребенка, то есть я там бесплатно где-то вела мероприятие, сделала, ну, большую работу. Я боялась, что все, вот все это пойдет на смарку, про меня все забудут о нашей деятельности. Правда, если ты уйдешь на год или на два, то про тебя точно все забудут, какая ты ведущая, кто ты такая есть, еще ты фамилию сменила, тогда вообще мы про тебя не знаем. Я очень боялась, что вот про меня забудут, и все мое агентство пойдет к спаду, и все… А ты при замужестве сменила фамилию, да? Да, 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 конечно. Вот. И я много работала. И, наверное, это было показателем, что у меня, ну, как понимаю, физическое, физическое здоровье мне позволяло это делать, потому что, ну, многие, да, там, беременные девушки, они сидят там дома, ну, плохо себя чувствуют, а я летала везде, вот. А с Евпатием он сейчас с нами везде, он, то есть, и на встречи иногда со мной ездит, да, даже вот с будущими молодоженами, мы встречаемся, мы обсуждаем с невестой, и жених такой сидит, я говорю, так, у вас есть дети еще? И пока что они, ну, нет, вот планируем. Я говорю, ну, вот понянчитесь. Да, я говорю, ну, да, вот у вас будет целый урок. Попробуйте, да. А он такой, ну, ладно. И невеста такая, ой, какой он хороший папа будет, ну, значит, я там не зря его выбрала. Убеждаются, да, в своем выборе. Да, да, это хороший плюс, так и впать будешь, но везде теперь ездить. Так что и у меня есть няня бесплатная, и они учатся бесплатно тоже. То есть с позитивом относятся, да? Ну, это здорово. Соня, ты, конечно, заряжаешь всех людей энергетикой, вот этим вот позитивом, из тебя вот просто льется вот это вот хорошее настроение. Что ты пожелаешь нашим зрителям? Я бы желаю, чтобы наши, ваши зрители, наши тоже зрители кайфовали от каждого дня, брали эмоции от каждого проведенного часа на работе, дома, с любимыми, наедине с собой, чтобы они были счастливы в своей жизни. Соня, спасибо тебе еще раз. Ты зарядила нас всех добром. Вам спасибо большое. за приглашение. Здорово. Ну, я желаю тебе дальнейшего, в общем-то, продуктивного сотрудничества. И в своих социальных проектах, прежде всего, чтобы у тебя все складывалось. Ну и, конечно, приходи к нам на передачу еще. Спасибо большое. Если позовешь, я обязательно приду. Сегодня я убедилась, добрые дела маленькими не бывают. Смотри про дамские истории и твори добро. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...